Всем привет, друзья! С вами снова Доминик Джонс, и сегодня я сделаю свой первый обзор Android аппарата, а именно Acer Liquid Metal. Начнем с прошивки. Прошивка стоит стоковая 2.2, которая довольно глючная, поэтому я ее сразу перепрошивал на ту же официальную прошивку, только другой версии. Вот. Стандартной памяти немного. Когда я его купил, было свободно 130 мегабайт на телефоне, плюс идет в комплекте флешка на 2 гигабайта. Дверь играет геймлофты, и флешки уже нет. Так, посмотрим на музыкальный плеер. Довольно хорошие динамики, точнее один динамик пейдер стерео. 2010. Вот он. В общем, в наушниках тоже хороший очень звук мультитач, то четырех касаний работает хорошо. Посмотрим, по крайней мере, два касания. Кстати, вот такой удобный виджет в закладок браузера. Чего-то я приболел. Вот. Значит, контакт. Все. Хорошо работает флеш-плеер. Сейчас покажу, тоже работает хорошо. Сейчас проверим, будет ли он воспроизводить интернет-радио. Единственный минус для меня, довольно существенный на этом аппарате, это то, что здесь зависает мультитач. И когда он зависает, например, в игре Starfront от геймлофта, это очень стрёмно. 10 секунд примерный телефон вообще ни на что не реагирует. Никакие хард-кнопки, ничего не работает. Я не знаю, по-моему, это исправить нельзя, но это очень раздражает, мягко говоря, ещё. Да, контакт, как всегда, со своей безопасностью. Он даже сам себе не доверяет, что теперь делать. Так, ну и посмотрим. В общем, он будет его воспроизводить сейчас, радио не работает. Так, ну, собственно, оперативной памяти, то ли 380, то ли 512, я уже точно не помню. Процессор 800 МГц. В общем-то, в тестах он показывает хорошие результаты. Но я вам это показывать сейчас не буду, покажу потом на примере какой-нибудь игры. Вот, собственно, от геймлофта все игры идут хорошо, в принципе, не тормозят. Так, ну, что у нас тут? Куча ненужных приложений, типа, например, где это было? SpinLads или SocialJogger, я вообще даже не знаю, что это. Но есть и забавные приложения, типа YourFoods, надо создать аватара и потом что-то типа социальной сети. Нет FM-радио в стоковой прошивке, но, как вы видите, я перепрошился. Радио есть сейчас. Ну, естественно, все стандартные гуглские приложения и твиттер с фейсбуком. Вот. Такая удобная, как бы, иконка настроек. Сразу все есть тут. Также есть два, как бы сказать-то, два вида, так сказать, оболочки операционной системы. Можно так сказать. Это Android, ну, в общем, вот такая вот стандартная. И Acer. Но, чтобы ее включить, надо перезагружать телефон, поэтому я этого делать не буду. Галерея. Галерея у нас тоже такая 3D. В общем, наверное, знакома многим пользователям. Хорошая, красивая галерея. Вот. Видеокамера снимает в HD-качестве 1720х720. 1280х720. В общем-то, качество более-менее хорошее. Частота 37 кадров в секунду, что тоже не может не радовать. В общем-то, 5 мегапикселей. Ну, вот, фото не очень хорошее получаются. Зато, ну, текст, фоткать формат А4 очень даже неплохо. Так, ну, и посмотрим на производительность игры, например, Shadow Quadrant. Ну, и, пожалуй, закончим, потому что я еще не знаю, что можно сказать. Также вот тут вот есть индигатор батарейки интересный. Тут два стоит фоторезистора. Вот. Их можно различить. В общем, они автоматически подгоняют яркость экрана под, ну, в зависимости от освещенности. То есть, если их закрыть сейчас, это, возможно, закроем их. И прошивка, по идее, становится. То есть, чем темнее, тем прошивка темнее. А чем светлее, тем прошивка... Ой, путаюсь, ребята, чего-то есть сегодня. Чем темнее, тем яркость меньше. А чем светлее, тем она, соответственно, больше. В общем-то, игры идут хорошо, но все равно немного притормаживают. Не знаю, почему. Такое бывает. Может быть, из-за оптимизации. Например, в PSH 5. Но и из-за, например, игра Dungeon Defenders. Она тоже тормозит. Тоже из-за, скорее всего, оптимизации. Ну вот. Как видно, в принципе, она вообще не тормозит. То есть, все идет хорошо. Меня, конечно, очень радует после 320 на 480, 800 на 400, потому что все так четко, все очень хорошо. В общем, в своей ценовой категории аппарат тоже очень хороший. Стоит 15 тысяч, по крайней мере, в городе Вологда, в России. Это неплохо. Свою цену он полностью оправдывает. Тем более, если поставить неофициальные прошивки, то можно его даже разогнать, в принципе, до 1,5 МГц. Ну, на этом, пожалуй, все. С вами был Доминик Джонс. Всем пока.